Кристофер Эштон Кутчер, Сидар Рапидос, Айова, США, американский актер, ведущий и продюсер. Часто в СМИ встречается неправильный вариант передачи фамилии актера Катчер. Биография. Кутчер родился в городе Сидар Рапидос в штате Айова в семье Ларри Кутчера и Дайан в девичестве Финниган, работающей на компанию Проктор и Амп Гэмбл. Предки матери были ирландцами. Мальчика воспитывали в консервативной семье исповедовавшей католицизм. У Кутчера есть старшая сестра Тауша, а также брат-близнец Майкл, который пережил операцию по трансплантации сердца еще в детстве. Эштон учился в школе Уашингтон-Хай в родном городе, а затем его семья переехала в город Хамстет, где Кутчер продолжил обучение в Клир-Крико-Мана-Хай. Тогда же будущий актер принимал участие в школьных постановках. По признанию Эштона, состояние брата, страдающего от кардиомиопатии, очень угнетало его. Позже актер признавался, что совершал тогда попытки самоубийства. В 13 лет он чуть было не спрыгнул с балкона городской больницы. Тогда ему помешал отец. Когда мальчику было 16, его родители развелись. Когда он учился в выпускном классе, Эштон ночью вломился в свою школу, собираясь обокрасть ее, но его арестовали прямо на месте. Его приговорили к 180 часам исправительных работ и трем годам лишения свободы условно. По признанию Кутчера, это событие встряхнуло его, когда он потерял любимую девушку и университетскую стипендию. Не говоря уже о том порицании, которым встретила семью Кутчеров и их окружение, знакомая ей церковь. В августе 1996 года Эштон поступил в Вайовский университет, по окончании которого должен был стать инженером-биохимиком. Он учился усердно. Мотивацией для этого служило желание найти лекарство от болезни брата. Юношу выгнали из общежития, в котором он проживал, за то, что причинял слишком много беспокойств и шума своим соседям. Эштон однажды сказал. Тогда я думал, что знаю о жизни все, но я даже не имел представления о том, что ждет меня впереди. Я отрывался на вечеринках дни напролет. Просыпаясь утром, я не помнил, что было прошлой ночью. Я просто слетел с катушек. Странно, что я все еще жив. Кутчер вступил в мужскую общину «Дельта-Чи». Чтобы заработать денег, Кутчер подрабатывал летом на заводе «Дженерал Ниллс», а также сдавал кровь. Тогда же его заметили в одном из баров под названием «The Airliner» в Айова-Сити и предложили принять участие в конкурсе моделей «Свежие лица Айова». Заняв первое место в конкурсе, Эштон бросил колледж и уехал в Нью-Йорк на осмотр агентства талантов «Интернашенал моделинг» и «Ампталента Сосейшн». Затем он вернулся в родной город Сидар-Рапидос перед окончательным переездом в Лос-Анджелес, где он занялся актерской карьерой. Личная жизнь, отношения. Какое-то время был в отношениях с Бриттани Мерфи. В 2003 году Эштон начал встречаться с актрисой Дэми Мур. Пара поженилась 24 сентября 2005 года. Разница в возрасте между супругами 15,1 лет. Союз молодожены скрепили под хопу и в стенах капуалистического центра на частной традиционной еврейской церемонии. 17 ноября 2011 года стало известно, что супруги расстались и Дэми Мур подала заявление на развод. С 2012 года встречался с актрисой Милой Кунис. 1 октября 2014 года у пары родилась дочь Раят Изабель. В марте 2015 года Мила Кунис рассказала, что официально вышла замуж за Эштона Кучера. 15 июня 2016 года стало известно, что супруги ожидают появления своего второго ребенка взгляды, увлечения. В октябре 2010 года Эштон Кучер и Дэми Мур в Израиле встретились с главой центра Капуалы, Равином и Гудойбергом. Кучер вложил средства в итальянский ресторан «До Олес» и является его совладельцем вместе с Дэнни Мастерсоном и Уилмером Вальдерамой. Кроме того, Эштон является владельцем оформленного в японском стиле ресторана под названием «Джейша Хаус» в Атлантии и Лос-Анджелесе. Кучер является фанатом таких спортивных команд, как «Айова Хэкей Йос», «Чикаго Бирос» и «Челси». По признанию самого актера он сторонник госэкономики, а также социального либерализма. 17 сентября 2008 года ему присудили почетную должность ассистента тренера футбольной команды школы Харварту и Стилейк в Лос-Анджелесе. Но из-за съемок в фильме «Бабник» в 2009 году актер не смог выполнить возложенные на него обязанности. Фильмография. Награды «Кидс Чой за Варц» 2004. Любимый актер за фильм «О молодожены», «Дочь моего босса» и «Оптом дешевле» 2005. Любимый актер телевидения за шоу «Подставы» и сериал «Шоу» 1970-х 2007. Лучший голос в мультфильме 2004. Любимый актер телевидения за шоу «Подставы» и сериал «Шоу» 1970-х «Пио Плейс Чой за Варц» 2010. Любимая интернет-знаменитость. Лас-Вегас фильм «Критикс» со сайти «Аварт» 2000. Лучшее исполнение мужской роли актером-новичком в фильме «Где моя тачка», «Чувак» и «МТВ» «Мавиаварц» 2001. Роль-прорыв в фильме «Где моя тачка», «Чувак», «Тейн Чой за Варц» 2010. Лучшее исполнение мужской роли в фильме «День святого Валентина». Кроме того, Кучер четырежды получал премию «Тейн Чой за Варц». В 2006 году совместно с труппой получил награду Гауливудского кинофестиваля за фильм «Бобби». Твиттер-аккаунт Кучера один из самых популярных в мире. Он первым среди пользователей сервиса набрал миллион читателей. Его никнейм «Собака пласк» означает «Аштон пласкучер». Субтитры создавал DimaTorzok